Здравствуйте! Меня зовут Анастасия и вы смотрите канал Своя Закваска. В этом сезоне мы приобрели очень важную вещь в хозяйстве – доильный аппарат. Когда по хозяйству все делаешь своими руками, то ручная дойка превращается в подвиг. В какой-то момент у меня просто начали неметь руки, и я подумала, что же будет дальше. Однозначно решили, покупаем аппарат. Приобрели мы доильный аппарат фирмы «Мелости» на две козы за 35 тысяч рублей. Сейчас я покажу вам весь процесс дойки – от сборки до промывки. Генеральную мойку аппарата, которая производится один раз в неделю, я сниму отдельным видео. Соберем крышку от доильного аппарата. Сначала наденем резиновую прокладку. На один из трех выступов на крышке, он отличается от двух других, надену шланг для оттока конденсата. На два других одеваются молочные шланги, но поскольку я пользуюсь одним шлангом, то на другой я одеваю заглушку, которая идет в комплекте. Под шлангом для конденсата, с обратной стороны крышки, должен крепиться переливной шарик, который защищает аппарат от попадания молока в вакуумный насос при переполнении бидона. Я этот клапан сняла, чтобы было меньше соединений, в которые может попадать молоко. То же самое я сделала с кранами на молочных шлангах, которые при перекрытии останавливают поток вакуумного ритмичного пульсирования. Я вместо этих кранов просто пережимаю тонкие шланги, отходящие от стаканов. Давление перекрывается и стаканы сами отпадают. После снятия этих кранов с молочных шлангов, шланги давления, а не потоньше, пришлось подрезать. Собранную крышку устанавливаем на бидон. Подготовим чистые тряпочки для протирания бидона после промывки и для обработки вымени козы. Берем молочный шланг, который я собираю сразу после генеральной промывки, каждый день он не разбирается. Бидон, средства гигиены, бидерка для додоя и идем в сарай, где стоит сердце доильного аппарата. Устанавливаем бидон на основании аппарата и соединяем конденсаторный шланг с ресиверной камерой. Подключаем аппарат к электросети и установим молочные шланги. Тонкий шланг присоединяем к пульсатору, а толстый к оставшемуся выступу на крышке бидона. Второе отверстие пульсатора мы заклеили скотчем, чтобы пылинки воздуха сарая не попадали внутрь пульсатора. Приготовим влажные тряпочки для обработки вымени, тару для сдоя первых струек, тару для додоя и зерно для первой козы. Набираем два ведра воды для предварительной промывки аппарата. Первое ведро с горячей водой температурой около 60 градусов 5 литров. В нее же добавляем 1 столовую ложку соды. Второе ведро 5 литров чистой теплой воды. Если бы я доила сразу 2 козы, то есть использовала и второй шланг, тогда воды нужно было бы взять в 2 раза больше. То есть 10 литров горячей с 2 столовыми ложками соды и 10 литров теплой чистой. И начинаем промывку сначала горячим содовым раствором, сериями нажимая на клапаны доильных стаканов, при этом периодически поднимая и опуская стаканы в раствор. Тем самым создавая движение воды внутри шланга, что дополнительно усилит промывку аппарата. Под конец, наклонив ведро, опускаем стаканы на дно и удерживая клапаны, большой струей пропустим остатки содового раствора. Затем сливаем его из бидона в то же ведро. Не забудем опять надеть крышку на бидон и повторим ту же процедуру с чистой водой. Сейчас видно, как поток воды при прерывании потока давления двигается вперед-назад, усиливая промывку. Также под конец, наклонив ведро и удерживая клапаны, большой струей пропустим через шланги остатки чистой воды. Затем, удерживая клапаны и подняв стаканы из ведра, просушим шланги. А теперь промоем и протрем чистой тряпкой бидон и крышку, так как на нее могли попасть капельки содового раствора. Аппарат готов к дойке и я выпускаю первую козу. Сначала обрабатываю вымя. Сдаиваю первые струйки молока. Включаю аппарат и подсоединяю стаканы. Через несколько секунд молоко поступает в шланги и отправляется в накопительный бидон. Давление при этом не должно подниматься выше 40 кПа. Рекомендуемое давление для дойки коз 30-35 кПа. Для изменения давления на одной из сторон ресиверной камеры находится регулировочный винт. При каждой дойке поглядываем на показатели. Иногда есть необходимость их корректировки. Под конец дойки делаем легкий массаж и поглаживание вымени, чтобы все остатки молока выдаялись на аппарат. При этом можно немного оттягивать стаканы вниз и одновременно вперед. В это время смотрим на молочный шланг. Как только поток молока прекратится, пережимаем молочные шланги вручную, поскольку кран я вырезала, и стаканы сами отпадают. Я всегда проверяю вымя на наличие остатка молока и, если надо, додаеваю. Есть мнение, что козы привыкают додаеваться и не отдают потом все молоко на аппарат. Все мои 4 козы отдают молоко по-разному. У Лолиты и Дины приходится сдать несколько струек, а у Жаны, например, до 300 грамм. Как-то боязно мне оставлять такое количество молока в имени. Не делаю никаких выводов, просто рассказываю свой опыт. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Первые сдуянные струйки молока от всех коз добивает либо Рима, либо Жанка. Теперь надо процедить наше молочко. Мне удобно установить на ведро сито, а на него цедок. Несу это ведро в сарай, так как бидон нам еще будет нужен для промывки. В этот раз я сдуила где-то 3,5 литра молока. Кто-то скажет, стоило ли варать ради этого аппарат. Честно, стоило. Говорю это, вспоминая руки моей бабушки, которая всю жизнь доила вручную. Субтитры сделал DimaTorzok После дойки повторим процедуру промывки аппарата. Абсолютно так же, как мы делали это до дойки. Молочные шланги и бидон я храню в гараже, в чистом месте. Уже там я отцепляю крышку бидона от шлангов и промываю ее под проточной водой. И оставляю на просушку. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Прежде чем купить аппарат, начиталось много отрицательных отзывов о том, что молоко после аппаратной дойки быстро скисает. Но на практике я поняла, что это происходит лишь в том случае, если аппарат ленится промывать до дойки. Якобы он чистый, но мыли же его после предыдущей дойки. Но нет, микрофлора не спит. Где-то осталась какая-то капелька молока, она подкисла и сработала как закваска для свежевыдоиного молока. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать этим правилом. Промываем аппарат до и после. Читала, что при раскручивании стаканов идет какой-то неприятный запах. Честно говоря, после даже недельного пользования аппаратом я таких запахов не наблюдала. Возможно, молоко после ручной дойки более стерильно в плане микрофлоры. Но в открытую тару может попадать сено, волос, козы или пыль сарая. Так что и не знаешь, что лучше. Я при использовании доильного аппарата не получила ни одной вздувшейся головки сыра. А это значит, что гигиена доения соблюдена. А главное, руки перестали неметь. Не бойтесь покупать доильный аппарат. Главное научиться за ним ухаживать. Конечно же, это не реклама. Мой канал очень низкий по рейтингу и мне просто не могли предложить такую рекламу. Это просто совет для тех, кто на распути. А на этом я заканчиваю. Вам приятно за просмотр. И всего вам самого доброго.